Здравствуйте, друзья! Меня зовут Максим, вы смотрите канал The Quays. У нас 7 утра в Мухим. Сегодня, если помните, я как-то уже говорил вскользь о том, что я сейчас занимаюсь специальной программой своей коррекции. Со мной индивидуально работает один очень великий доктор Алексей Реснянский, у него действительно уникальная программа. Я даже, более того, сделал фотографии до начала этого курса. Пару сделал фотографии промежуточные, чисто для себя, для самоконтроля. У него уникальная методика. Как вы знаете, я человек мнительный. Прежде чем доверять чему-то, что-то рекламировать и опробовать на себе, есть реальная штука, то я об этом стараюсь рассказать всем. Ну а сейчас я иду в спортзал, чтобы закрепить достигнутые. Ну и по ходу дела буду еще рассказывать. Итак, мой вес сейчас, в конце сухого дня, 106,6 килограмм. Ну что, наконец-то мне удалось дозвониться до чудо-доктора Алексея, который творит чудеса реально. Маленькие такие чудеса. Слушай, реальные чудеса. Я тебе могу сказать, что я, честно говоря, после вот мухинской диеты и после общения с различными докторами, в Российской Федерации, честно говоря, разочаровался в людях, которые дают советы в плане диетологии, в плане здоровья, потому что ничего, кроме вреда, они не наносят организму вообще. Вот я после мухинской диеты, по-хорошему, с ними, конечно, надо было судиться, потому что после того, как я закончил диету, я 10 килограмм набрал в гору и понеслось, поехало. Ладно, слушай, давай пару слов о тебе. Расскажи кто ты, что ты и чем ты занимаешься, чтобы люди хотя бы знали. Ну, значит, начнем с того, что в диетологию я пришел из спорта, вот, то есть я занимался всю жизнь спортом, всю жизнь занимался тяжелой атлетикой, занимался различными прикладными искусствами спортивными, вот. В общем, в диетологию я попал из-за спортивной травмы, скажем так. Вот, то есть я получил травму сустава и тренироваться не смог, вот. Но так как я в душе спортсмена и бросить я это дело никак и однозначно не смог, я стал себя применять в спортивных направлениях. И одним из таких направлений оказалась спортивная диетология. Вот, то есть я также, скажем, тусовался спортсменами, вот, также не покидал спортзалов, вот. И, в общем, планомерно, планомерно, пока я восстанавливался в спорте, я занимался диетологией. В общем, у меня заняло диетологическое подготовка в среднем 8 лет. 8 лет. Вот, 8 лет. И, значит, за эти 8 лет я изучил не только диетологию, я изучил различные системы питания. Вот, я путешествовал по миру, наблюдал, как люди, скажем так, лечат других путем снижения веса, как у людей пропадают заболевания. Вот, то есть меня настолько это дело затянуло в плане поиска своего личного здоровья, вот, что я попутно изучил все методики диетологии. Вот, это меня привело в ассоциацию диетологов в Москве. Вот, я там успешно отучился, сдал экзамены, получил диплом, официальный, значит, статус в дипломе диетолог-нутрициониста, спортивное направление. Вот, и начал помогать людям, скажем, в тренажерных залах, вышел в соцсети. То есть изначально вообще самое интересное, что я помогал людям бесплатно. Вот, то есть я, допустим, шел в магазине, смотрю, человеку нужна помощь, я подхожу, говорю, дорогой, давай я тебе помогу от души, вот просто, потому что у тебя семья, мама, дети, тебе нужно помочь. Вот, и я могу помочь. И люди откликались. И я стал работать с людьми, а помогать им на профессиональной основе, а помогать им скинуть вес. Вот, то есть я их отправлял к докторам. Через заключение доктора, это обязательное условие, значит, доктор должен поставить лечащий врач этого пациента, клиента, обязательно поставить условие, что ему разрешено подъедить, потому что есть люди, которым нельзя сбрасывать вес по каким-то определенным медицинским параметрам. Такое существует. Ну, как обычно, это временное явление, в итоге потом все равно человек должен быть скинуть вес. Вот, и я вот этим занялся. Вот, и уже много лет я помогаю людям. Много лет помогал бесплатно. Вот, потом, наверное, кризис в России изменил. Люди стали относиться к теме здоровья очень интересным образом. То есть люди опустили руки и совсем сдались в борьбе за свое собственное тело. Вот, просто сдались. Просто сдались. И единственный смысл был, и, как сказал Гиппократ, вот, о том, что медицина должна быть вкладной, я понял, он был прав, он действительно был прав. У меня жена говорит, Леша, ты, говорит, попробуй объявление разместить платно, помогая людям, ну, как ни странно, а разместил платное объявление, и людей пришло даже еще больше, чем было. В общем, значит, мы идем не по пути правильного питания, потому что ПП интернетовское – это зло. Я это везде говорю на форумах, на лекциях, выступаю везде в Москве, здесь у нас в регионе, что люди, вы понимаете, что ПП – это интернетовская, скажем так, методика, рожденная фитоняшками, псевдоспортсменами и так далее. Значит, мне иногда так хочется с плакатом выйти на улицу, раздетым до трусов, чтобы люди видели, это не ПП, это грамотное питание. Значит, мы идем по пути, и это мое основное направление, я стараюсь его культивировать в людях. Есть можно все, люди, так и хочется прям прокричать. Можно есть все – гамбургеры, каши, сникерсы, соки и так далее. Можно питаться разнообразно, и чем больше вы будете питаться, тем больше вы будете получать микро- и макронутриентов в свой организм. А это главное здоровье, это зубы, волосы, ногти, кожа, там, все что угодно. Вот мне 37 лет, я сейчас побреюсь, мне не продадут алкоголь в магазине. У меня есть друг мой любимый, вот, я его настолько, ему почти 40 могу скинуть фотографии, показать. Вот, ему, он в тот раз забыл документы, ему отказались продавать сигареты, алкоголь, ну, не могу его пока отучить от этой привычки. Вот, ну, ничего, я работаю на зуб. Вот, ну, так вот, значит, грамотное питание – это не ПП, а неправильное питание. Грамотное питание – это значит, у человека должны выработаться систематические привычки, позволяющие ему есть спокойно любую еду, которую он захочет. При этом сохранять свое тело в балансе. Важен баланс. Вот я однажды путешествовал и обратил внимание на, как в европейских странах и азиатских по-разному воспринимается символ. Вот это черно-белое, две запятых вот так вокруг. Инь-янь символа, иньянь. Иньянь, да, вот, иньянь. Так вот, авторитарно заявляю, что этот иньянь – это было переданное здание какими-то очень мудрыми людьми о балансе не только питания, а также кислотного восстановления и уровня в организме. То есть, если больше у нас кислоты, меньше будут щелочи, если больше щелочи, будет меньше кислоты. Если больше углеводов, нужно меньше белков, больше белков, уже меньше углеводов. Вот она, вот это они в одном символе умудрились огромные знания в отмыть. Ну, Наташа же понимает, мужчина, женщина, иньянь там и так далее. Ну, понятно. Так, вот, в общем, я иду по системе, значит, оздоровительного питания. То есть, значит, в моей разработанной методике есть три уровня. Первый уровень – это восстановление здоровья внутренних органов. Что это такое? Я не знаю, как питался человек до меня. Ну, примерно, конечно, догадываюсь. Вот. Пил, курил и дебоширил. Вот. Морально разлагался. Да, 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 да. Вот. Значит, что я делаю вначале? Я стараюсь привести его состояние ЖКТ внутренних органов в более-менее стабильное состояние. Вот. То есть, я смотрю анализ его крови. Я смотрю рекомендации вот врача по его хроническим заболеваниям. Вот. На основании этого мы делаем вывод, какой микронутриентный именно не белки и жиры и углеводы, а микронутриентный состав необходим ему телу в первую очередь для того, чтобы оно уже строил собственный белок грамотно на основании там поступающих вторичных белки, жиры и углеводы. Ромональная система работала у него в порядке. Вот. Значит, сначала мы приводим его в состояние равновесия по здоровью. Вот. Второе. Второе. Мы начинаем изменять микронутриентный состав. Таким образом, чтобы его организм искал недостающие элементы в его жирах. Мы прицельно стреляем по жирам. Пиф-паф. Вот. Таким образом, у нас организм начинает работать на пути оздоровления. Скажем так, снижение общей массы тела – это путь к оздоровлению путем избавления излишней жировой ткани. Вот. Уменьшение избавления. Это второй этап. Третий этап идет закрепительный этап. То есть, значит, мы, снизив общую массу тела, должны закрепить ее. Что такое закрепление? Закрепление – это стабилизация метаболических процессов. То есть, его метаболические процессы человека должны стабилизироваться на уровне тех микромакронутриентов, того аминокислотного спора, который он уже имеет, и войти в режим жизненной позиции именно на этом уровне. За это время у человека вырабатываются его систематические привычки питания. – Скажем так, честно, я не добрый диетолог. – Я уже понял. Ты злой диетолог. – Скажем так, да. Я даже в свое время на этом, в группе ВКонтакте писал, значит, маленькие вырезки такие писал. Люди, вот если я сказал худеть, то это значит худеть. Все, у вас выхода больше нет. У меня даже клиенты говорили, в тот раз у меня группа, аудитория была, женщины. Я, кстати, пенсионерам делаю бесплатно консультации. Почему? Потому что, к сожалению, современная российская медицина не заботится о людях старшего возраста. Я делаю бесплатные консультации по питанию, как им более-менее себя поддерживать, потому что не рассказывают о этом, к сожалению. Даже при том, что у нас говорят, что у нас поддержка идет на население. Ну так вот, значит, моя задача такая – выдернуть вас из саоциума, взбаламутись по питанию, полностью ваше понимание питания изменить, то есть сказать то, что вы считали раньше верным, показать вам, что это неправильно, что это неверно и, возможно, вам придется изменить. И потихонечку, поэтапно, каждую неделечку, меняя вам рацион, таким образом, чтобы у вас вырабатывались именно привычки питания. И потом, когда вы скажете, Леха, спасибо тебе, а мне таких писем приходят ежедневно, десятками, благодарность, в слезах люди пишут. У вас останется навык на всю жизнь. И даже если у вас случится таким образом, что вы вдруг по каким-то ситуациям, житейским или нежитейским, окажетесь в такой ситуации, когда ваше питание будет не подконтрольно вам в большей степени, такие случаи бывают. Моряки, например, уехали, дальнобойщики, дальнобойщики, у него срочная работа, заказ, горники, профессий много. Значит, и каждая профессия имеет свои определенные нюансы. Допустим, человеку срочно пришло какое-то там, его должны отправить в командировку, в дальний север, грубо говоря, еще куда-то он вскочил, убежал, все, он там, значит, он там будет питаться теми продуктами, которые его окружают. И первое время будет адаптационный период, когда он будет озираться по сторонам. Ага, значит, вон олень пошел, вон белка пробежала, орешки значит лежат, к примеру. Вот. Его питание несколько месяцев может быть сумбурным. Но потом, вспоминая методики, вспоминая и видя свое изменение, он начнет приходить к моей методике возвращаться. И начнет выстраивать такой уровень питания, вот, который позволит ему поддерживать его массу тела. И мышечную, и активную общую. Вот. Значит, и я еще пытаюсь людям объяснить и показать, что люди, ПП это пищевой ад. Могу доказать и объяснить. Сходите, скажу, прямо на пальцах. Вы представьте свою жизнь, ежедневно взвешивая калорий. Ой, а мне вот этот огурчик нельзя, а сколько там грамм. Или вы пришли в ресторан с друзьями, а ты сидишь, все едят, а ты думаешь, блин, а сколько же там калорий, а сколько весит эта пицца. О, бра. И жизнь в ПП, грубо говоря, это ужас. Ужас. Нужно так, ты пришел в ресторан, открыл меню, и говоришь, блин, да тут как все вкусно. Дайте-ка мне полкилограмма рыбки, полкилограмма травки, полкилограмма сладости. Вот это, вот это, вот это. То есть, грамотное питание, это говорит о том, что вы не должны зацикливаться на взвешивании, на подсчете калорий и так далее, и так далее, и так далее. И тогда ваша жизнь будет более интересной и веселой. Вот захотел ты это съесть, съешь. Но, зная определенный баланс, и он, кстати, не дневной, вы скомпенсируете завтрашнее питание, раз, и вы идете в норме недели, в норме недели, в норме месяца. И ваш МТ, это условный показатель индекса массы тела, будет в норме всегда. Таким образом, вы можете есть торты. Я вот завтра себе, покупая, даже облизнулся, два торта. А ты их съешь вообще? Ты еще не клипнется, нормально все? Буду снимать на видео, как я его ем. Я периодически клиентам делаю как? Вот сейчас сделал интересный такой видеоролик, значит, я два месяца ел бесконтрольно, сладкое, неделю, делами, там, все запрещено, набрал 18 килограмм. Сейчас я снимаю видео каждый день, как я скидываю этот вес, не считая калорий, не занимаясь тяжелыми физическими нагрузками, вот, не заворачиваясь вообще по поводу еды. В общем, уже за первый месяц я скинул 10. Вот. Сейчас еще, а завтра ем торты, кстати, да. Вот, то есть это я людям доказываю, что люди, милые мои, ешьте больше, много. Чем больше вы получите витаминов, минералов, тем меньше вам придется покупать химических витаминов. Вы будете здоровыми, веселыми. Глаза будут гореть. Самое интересное, что я вот наблюдаю такую штуку, когда люди приходят после ПП, это вот, вот, ПП, а в глазах огня жизни нет, тусклый взгляд, на людей кидаются, как собаки, то есть вплоть на морник одевать. Вот, говоришь, господи, на тебе пирожочек, съешь. Он мне говорит, как я его съем, там жиры. У меня руки начинают трястись, потому что говорить я в этот момент уже не могу ему. Я говорю, жиры, дорогой, твоя гормональная система. Не будешь есть жиры, не будет гормоналки. Гормоналки не будет, щитовидка ляжет, щитовидка ляжет, Т3, Т4 гормоны пойдут в разнобой и тринь, детство и биохимии твоего организма и так далее. Вот, и я начинаю людям доказывать на их самом примере. Да даже, Максим, вот я и тебе сколько доказывал. Вот, раз тебе там рацион, ты говоришь, блин, вот это вот есть там не так, вот, а в итоге-то скидываешь, правильно? Ну, в итоге, да. Ну, на самом деле, знаешь, я бы сказал бы так, что прежде чем вот такие радужные перспективы людям вырисовывать, необходимо все-таки на самом деле людям реальность рассказать. А реальность такова, о чем молчит официальная медицина. О том, что излишний вес от заболевания. Никто из официальной медицины это не говорит. Это говорит о том, что проблема с организмом, проблема с обменом веществ, в общем, серьезная проблема с обменом веществ, проблема с гормональными всякими делами, с ферментацией, это серьезная проблема. И официальная медицина про это молчит. В Российской Федерации это не приравняется к заболеванию. Это считается что-то, что-то такое вот само. То есть вот грипп это заболевание там, чума это заболевание. А проблема с вот этими гормонами, проблема с обменом веществ, это типа заболевание, когда там рак начался. Там рак щитовидный, там еще. Но вот то, что связано с набором веса, это не заболевание. Это какая-то там, даже не болячка, что-то такое непонятное. И от чего официальная наука дистанцируется. И на чем, на чем огромное количество шарлатанов зарабатывает бабки. Заколачивает бабки, предлагая различного рода методики, предлагая различного рода диеты, открывая свои центры. И соответственно, ведь это же так, согласись. Абсолютно согласен. Максим, даже смотри, я не знаю, знают твои люди или нет, но возможно открою для кого-то большой секрет, что ты меня не искал. Нет, нет. И ты меня не звал. Абсолютно, да. Да, значит, у меня было как, если люди посмотрят мои ВКонтакте странички, периодически, там, раз в квартал, или раз в месяц, если у меня появляется свободное время, я пишу объявление, люди, я принимаю вас бесплатно. И неделю, там, две с вами работаю. И мне не дадут соврать мои люди, которых я помог понять себя, понять еду, улыбнуться окружающему миру, что они ко мне пришли бесплатно, многие. И я, допустим, неделю бесплатно отработал, я говорю человеку так, слушай, я не достиг того, чего хотел я, не ты, я. А я тебя вижу, допустим, там, килограмм 80, 85. Я тебя не отпущу, пока я не сделаю это. И человек говорит, ба, господи, Алексей Сергеевич, ты как-то странный даже. В чем подвох? У меня с девочкой одна переписка. К сожалению, я не разглашаю переписки, фотографии, потому что я считаю, что это личная жизнь. И многие люди, и это обоснованно, скажу почему. Потому что я знаю успешные истории, девочки выходят замуж похудевшими. Они сжигают все свои фотографии предыдущие. Они родственникам напрочь говорят, чтобы они не рассказывали, какие они были. И они успешно выходят замуж. Я их вижу на свадьбах, приглашают, фотографии, все. То есть, людей меняется жизнь кардинально. Вот просто кардинально. И я вот эту конфиденциальность сохраняю за всем. И исключение составляет, если люди настолько смелые, открытые, которые говорят, Алексей Сергеевич, не против. И то я их 10 раз потом спрошу. Я тебе наоборот говорю, пожалуйста, используй, потому что это реальная методика. Иди, что я опасаюсь за твою жизнь, потому что она у тебя слишком эффективна. Ты не боишься конкуренции со стороны российских шарлатанов от области диетологии, что с такой эффективной методикой на тебя начнут наезжать? То, что я вижу просто реальный эффективный результат. Ты знаешь, мы с тобой давно уже общаемся. Если я вижу результат, я готов работать ради этого результата. Если я вижу, что это работает. А я вижу, что это работает. И тут я понимаю, блин, ну как у тебя там... Наверняка же есть же со стороны конкурентов-то. Конкуренция там, я думаю, не шумочная в этой области-то. Есть. Да, есть конкуренция. В общем, меня пытаются взламывать постоянно. Мне портят телефоны. Мне вирусы пытаются очень часто на телефоны закинуть. То есть идет массовая, так сказать, атака на меня со стороны людей, врачей и так далее. Но к ихнему, так сказать, недовольству мы все умеем читать. Читаем правила безопасности, используем на телефонах, на электронной почте и так далее. В общем, о плане, скажем так, ко мне даже приходили диетологи на лечение. Ко мне приходили врачи на лечение. Бывали случаи, когда целый персонал медицинских секторов проходили у меня стажировку. Я их и худел, и объяснял и так далее. То есть, если вдруг я вижу, что человек искренен в своем стремлении помочь людям, я ему объясню некоторые принципы, которые его наведут на мысль, если он развивающийся человек, как это все умеет делать. Мне хочется то, что простых людей обычно я научил, дал им знания, и они учили себя детей, родителей, родственников. Я хочу, чтобы мир был красив. Вот это моя основная цель. Я однажды шел по улице, вот с чего вообще тоже интересно так началось. Шел по улице, и я уже тогда восстановился после спортивной травмы, вернулся в спорт, скинул 54-58 килограмм, вот, вернулся в спорт, все отлично. И вот я иду по улице в новом своем теле, вот, и я вижу людей вокруг себя, у которых не они виноваты в излишках своего веса, а которые из-за социального, скажем так, массовой истерии по телевизору, про продукты питания там, и неправильного представления информации, попали в эту ловушку. Ловушку. Это я называю лично моя, скажем так, слово это, пищевая ловушка. Люди попали в пищевую ловушку, вот, не перестали учить, как кушать правильно, как питаться правильно, как совмещать еду между собой правильно. Вот это понесли, кому-то, значит, это надо. Ну ничего, я буду учить людей, я буду давать эти знания, буду помогать людям, прививать, возможно, может быть, лет через 200 и будут вокруг одни красавцы, вот. Сегодня интересный случай был, интересный случай был, я принес тортик на работу, в коллектив поставил, и к нам пришла девушка-курьер, она нам приносит письма с почтой, потому что огромный идет поток писем от людей с разных городов. Мне пишут из ближайших стран. Мне пишут сразу, мне интересный случай был, недавно девушка, значит, в Белоруссии, от нее отказались все ведущие диетологи. И она попала ко мне через ВКонтакт, я бесплатные группы делал. Она ко мне пришла на неделю бесплатного обучения питания. Вот. И мы с ней разговорились, и я посмотрел, такой человек очень добрый, она говорит, Алексей Сергеевич, я, говорит, не знаю, вот мне 20 лет там с хвостиком, не буду говорить с хвостом специально. Вот. Но, говорит, от меня отказались все врачи, у меня проблемы, скажем так, с мужчиной, вот, с официальным статусом, переживаю, не знаю, что делать. Вот. Я говорю, ну, переживай, давай поработаем в такой вместе. Я с ней работаю, и вот мы с ней очень трудно работали. А первый месяц сомнений, второй месяц тяжело ей, третий месяц срыва, мы работали с ней почти 6 месяцев. Как раз я ее вел к ее выпускному в институте. Вот. И вот я ее настолько, скажем так, держал при себе, что она получила полный навык, полный навык, абсолютно полный навык по изменению себя. Она поделала на очень много килограмм. Ее фотографии настолько разятся от тех, которых я видел изначально. Вот. Девочка счастлива. Вот. И то, что она в слезах благодарила меня, у меня есть запись, плакала. От счастья, когда она поняла, что она может делать, всю систему, как работать. Мы с ней поговорили. Она говорит, Алексей Сергеевич, вы меня чего хотите бросить? Я говорю, я тебя научил. Все. Говорю, теперь твоя жизнь, там 80 лет ты будешь жить, там еще 90 лет. Будешь счастливой. Захотела – поправилась. Захотела – уменьшилась. Теперь ты можешь регулировать сама себя, как хочешь. Вот как хочешь. Хочешь быть больше, стать больше. Вот. И вот эта система грамотного питания, она заключается в том, что обязательно на первом этапе, на первом этапе следить и контролировать определенные, есть матрицы аминокислотного спора. Аминокислотного спора. Что это такое? Это значит, состав аминокислот должен быть определенного уровня. Определенного уровня. И этот уровень нам меняют, меняют кардинально продукты питания, которые содержат биохимические добавки, красители, консерваторы, гомовой изменяющей составляющей. То есть у нас получается, что современные люди, к сожалению, к сожалению, изменяются посредством питания. Вот. И это тоже обосновано. Почему? Потому что производитель хочет этот вкусный йогурт сохранить не три дня, а неделю там. И так далее. Это можно понять, скажем так, производитель. Я не против этого. И с этим можно жить, скажем так. Вот что самое интересное. То есть и с этим можно жить. И, к примеру, вот интересный случай. Люди просто забывают культуру питания. Например, едят кукурузный хлеб, да? Вкусная штука. Кукурузные лепешки, маисовые там. Кукурузные мексиканские лепешки. Наверняка ты их пробовал. Ну да, люблю буритасы, такасы. Очень вкусная штука. Ну вот теперь, да. А вот теперь, дай бог мне памяти, их готовили три-пять дней. Три-пять дней. Знаешь почему? Нельзя взять просто муку рисовую, рисовую, кстати, тоже. Кукурузную, кукурузную муку. Поэтому сначала мешки с кукурузой замачивали. Кислота выходила. А потом из них готовили настоящий, живой и очень полезный хлеб. Вроде бы маленький нюанс, да? Маленький нюансик. Но этот нюансик позволял сохранять зубы коренным жителям Америки. Вот такие же примеры есть в славянских народах. Что такое толокно? Толокно это не просто хлеб. Толокно это вымоченное зерно. Начнем с этого. То есть они его в проточных водах, на веревочках, мешочках отмачивали в речечке. Об этом забыли люди. А потом уже это сушили, мололи, чуть-чуть обжаривали. Обжаривали, кстати, чтобы закрыть крахмал. Крахмал бывает в луку. Резистент, не резистент. И употребляли. И мы получали жизнь без кариеса. Никто не задумывался, почему находят, допустим, черепа, а там зубов полный рот. Я однажды задумывался, почему. Умирали молодыми и счастливыми. Да, да, да. Ну, как ни странно, показывали, что они жили потом углеводный анализ до 80-90 лет. Я однажды задумался, блин, почему, непонятно, что-то не то. Что-то не то. И вот, в общем, все эти изыскания привели к тому, что я опустился в биохимии человека и микронутриент составит питание очень глубоко. Очень глубоко. Я даже больше скажу тебе штуку. У меня собака, я люблю ее. Французский бульдог. Вот. Очень люблю ее. В общем, я был в питомнике. И в питомнике молодая собачка, сучка, извиняюсь за вооружение, по-другому не смог сказать. Да. Родила щенят недоношенные. Крайне недоношенные. Я как раз был там проездом. Вот я посмотрел. И один из щенков подполз ко мне к руке. Ему было еще месяца не было. Положил руку мне на голову. И все. И я его отдать уже не смогу. Мне сказали, что они все погибнут. Что они там больные, блистовые, там слабые, недоношенные. Я сказал, нет, не отдам. И вот я его взял. И вот я его выкармливал пипеткой, козьим молоком. Он добавлял специальную витаминизацию. В общем, я его провел по моей системе оздоровления. Сейчас этот кабанчик, вон, 13 кило, бегает ему год и два месяца. Почти три, вон, бегает в этот, вот, огромный. Вот. Выжил один, единственный, среди всего помета. Смотри-ка. Смотри. Да. Мало того, больше скажу. Значит, у него начинался рахит. Мне ветеринар сказал, колоть и витамины, и там, колоть то, и все. Вот. Я сказал, что-то не то. Я изменил ему питание таким образом, что у нас это прошло чуть ли не в два-три дня. Он, лапы перестали дрожать, крепко встал на ноги, и все. Он у меня крупнее всех французов, вот у меня в районе, где я живу. В общем, что я хочу сказать, что люди, забудьте про ПП. Переходите на ГП. Грамотное питание. Да. Грамотное питание. Вот. А то есть, кушайте много, кушайте больше, кушайте от души. Пуша, скажу так, что пища имеет энергетическую оболочку. Вот. И мы едим не только пищу, как волокна, белки, жиры, углёд, мы также потребляем её как продукт. И если мы её едим с удовольствием, не грёбанную эту гречку на ПП, которую едят всё время, да, не эту клетчатку, которую я тебя так и не заставил есть. Я купил, мне привезли клетчатку, привезли, лежит пакетик, когда уже всё закончилось. У меня делись и горчица, у меня делись клетчатка. Осталось только дождаться, когда мне опять всё эту гадость есть. Вот, и в общем, короче, у меня вот такие продукты. А что я ещё хотел бы сказать людям? Маленькую такую фразу, которая заставит задуматься людей, по большем счёте, о системе питания. Есть три глобальных вопроса, которые я задаю людям. Первое. Кто вообще сказал, что нужно есть три раза в сутки? Первый вопрос. Второй вопрос. Кто реально ввёл систему трёхразового питания вообще на Земле? Как оказалось, это было три разных человека, регионально раскинутых. Карл Маркс, Фридрих Энгельц и Иосиф Виссарионович Сталин. Я, к сожалению, думаю, что первые два бухали, пили, курили, и у них была своя тета. А вот Иосиф Виссарионович питался, наверное, скорее всего, очень хорошо. Нам бы так питаться, как говорится. Согласен, да. Да, да, да. Ну так вот, это вопросы такие, и... Блин, аж из головы вылетело. Ну, кто три человека-то? Ты заинтриговал, я тебя свёл с проторенной дорожкой. Кто вёл трёхразовое питание? Расскажи, потому что мне самое интересное. Трёхразовое питание, значит, в России, в СССР, это был главный диетолог, то ли Прошавин, то ли... Ну, в общем, диетолог вёл трёхразовое питание, он расписал потребление еды, и с этого всё началось. Вот. А значит... Это в 30-е годы было, кажется, да? Или когда это... Скорее всего, это было в 50-е, 60-е, точнее, я могу сказать. Вот. Было введено трёхразовое питание. Вот. Значит, это был СССРский диетолог. До этого питались все, как хотели. Надо вам сказать, что в России люди вообще вставали, кваска, кружечку выпили, пошли пахать, в обед приходили, покушали и ложились спать, потому что рано вставали. Вечером вставали, вечерний удой поели и снова спать. Потому что рано надо ложиться, так как рано вставать. Два-три раза ели, но по-другому. Ели два раза, один раз разные системы питания были. Вот. И вот это вот всё вот так вот случилось. То есть, кто нам сказал, что мы должны есть три раза? Первое, это вот этот диетолог. Фу, диетолог. Главный диетолог, всё правильно. СССР. Специально не буду говорить его, чтобы потом не говорили, что я это. Вот. Заходите, погуглите. Второе. Значит, интересный момент тоже. Буквально недавно, недавно обнаружил, искал сведения. Значит, искал сведения, что же, как это пришло. Нашёл очень интересный трактат. Очень интересный трактат нашёл. Значит, это был Абу Хасан Али ибн-Нафт. Это не знаю. Жил, значит, он, значит, город Кордовы. Это, по-моему, Иран. И вот он вводил именно трёхразовую систему питания. Потом он её и публицировал. Но это тоже сведения непроверенные. До меня дошли некоторые упоминания исторических сводок. Значит, он был портной и музыка. Тоже очень интересная комбинация. Вот. Значит, это второй. И ещё вопрос такой. Люди, ответьте мне. Да, там есть медицинские показатели. Но почему-то обычный человек думает, что вот он покушал, и еда покидает его тело за 24 часа. Обычно так думают все. Но нет такого. Нет. Еда не покидает тело за 24 часа. Она идёт определённый путь. И мы всё время пытаемся в себя вкинуть ещё и ещё, ещё и ещё. И вот этот паровозик докидывает паровозики еды, углеводов, витаминов, минералов. И они все идут, идут, идут. И человек, получается, завод по производству сами, знаете, чего-нибудь. Да. Вторичного продукта. Кто даёт продукт вторичный, тот питается отлично. Да, да, да. Вот. И вот такие вот маленькие аспекты. Потом, значит, люди, когда понимают о том, что всё-таки есть можно просто, есть можно всё. Кстати, ты у меня прошёл очень трудную стадию сейчас первичную. Вот это вот, когда я тебя зажимал в питании, когда я тебя насиловал, твой мозг, скажем так. Мы с тобой спорили, ругались. Это всё супер. Да. Вот. Помню, помню. Переписочку-то можно посмотреть. Да. Да, 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 да. Вот. А у меня, у меня жена говорит, ты чё такой сидишь красной весь. Я говорю, да вот с Максимом переписываю, чувствую, сейчас сорвётся. Я говорю, впору мне прыгнуть в самолёт, к нему прилететь, пойти в магазин, купить еды, принести, наготовить и вернуться обратно. А она знает, я так могу. Вот. То есть я люблю готовить. Вот, да. И вот сейчас этап, когда мы начинаем уже послабляться в еде, то есть мы начинаем уже потреблять большее количество еды. И очень часто слышу о том, что люди говорят, даже на первых этапах, Алексей Сергеевич, как столько можно вообще съесть. Даже помню, ты говорил, Лёша, много еды, очень много. Много, много, да. И опасения о том, что не будешь худеть у людей существует. Вот. А я говорю, ешь, ешь и будешь худеть. Знаешь, одна женщина недавно сказала, Антонина Николаевна, говорит, Алексей Сергеевич, у меня, говорит, большое подозрение, что вы, говорит, обладаете техникой гипноза. Потому что, говорит, я, говорит, пришла к вам на лекцию, вот, и после второй лекции, говорит, вы, говорит, худейте. Я, говорит, взвешиваюсь, я похудела. Вот. Я говорю, хорошо. А, говорю, что вы изменили в питании? Она говорит, ну, вот ваши некоторые принципы. Говорит, значит, очень важна еще психологическая поддержка. Почему? Потому что я знаю, что люди, которые отчаялись, отчаялись в борьбе со своим весом, нуждаются в человеке, который протянет руку и скажет, дорогой, пойдем вместе, пойдем вместе, пройдем этот путь, а потом зайдем в кабак, нажрем все, всего вкусного, и продолжим идти дальше. Вот. Дальше. Это вот, к сожалению, общество бросает таких людей. Бросает. И я, когда вижу их, я пытаюсь им способом помочь. Вот. Потому что я знаю, что у всех дети, у всех жены, у всех мамы. Вот. И мамы хотят видеть детей дольше. И вот очень мне нравится, когда люди потом светятся счастьем. Когда их не семьи, светятся счастьем. Вот. Мне недавно одна женщина написала, Алексей Сергеевич, вы изменили не только меня, она успешно у меня в этом делала, вы изменили мою семью. Я говорю, как так? Она говорит, вы знаете, говорит, я им стала прививать определенные принципы питания. И у меня, у детей, стала вылечиваться гастрит. У них стал пропадать гастрит. Я ей задал два вопроса. Скажите мне, заставляете ли вы их есть супы, жидкое питание? Она говорит, конечно. Раньше заставляла, теперь нет. Я говорю, а почему? Вы второй вопрос задал. И теперь не заставляете их есть супы. Она говорит, Алексей Сергеевич, я говорю, скажу вам по секрету, вот, так, конечно, делать нельзя. Она скрыла от меня, что у нее были проблемы с желудком. Я, конечно, подозревал на анализе крови, поэтому мы аминокислотные составы делаем на результатах крови. Это, скажем так, я перепроверяю человека. Я у нее исключил жидкое питание целиком. То есть я у нее оставил соки, воду, ну и остальное это приводит. Так за счет того, что супы перестали разжижать кислотность и изменять вообще кислотный состав желудочного сока, в нее излечился желудок. Я ей на это внимание обратил. И она решила провести сама лично, значит, у детей подобные мероприятия. Дети у нее уже взрослые, детям по 25, по 27 лет. Она им перестала готовить супы. Слушай, ну подожди секундочку, ведь это же большое заблуждение, я считаю, практически заблуждение именно касаемо России. Все считают, подавляющее большинство населения считает в России, что супы это очень полезная штука. Вот подлые американе, они жрут одни чизбургеры, они все едят в сухомятку. Про борщи не слышали, про рассольники не слышали, а значит у них язва, поэтому они все такие желчные, озлобленные и капитализированные насквозь. А мы вот едим супы, поэтому мы такие духовные и все такое полезное. Это большинство людей считает, что супы это вот язва, это потому, что не ешь суп. Гастрит, это потому, что не ешь суп. Подавляющее большинство считает именно так. Что ты по этому поводу скажешь? Я хочу сказать, что слово суп привез вообще Петр Первый. Вот. И само Петр Первый изменил, я вообще, я не знаю, как отнесу к этому людям, но исторический момент прибытия Петра Великого обратно к нам, очень сложный момент для России. Покрыт мраком, я сказал бы так, покрыт мраком. Покрыт мраком. Я думаю, еще много будет открыто тайн в этой области. Вот. И значит он изменил две вещи, которые уменьшили срок жизни людей российских. Он ввел в систему понятия суп. Это ввел он. До этого поговорки такой не было. Суп, да, каша, пища наша. Нет. У нас была либо похлебка, либо что-то другое. Вот. Я знаю, что у нас было. У нас было более густое, более густой продукт. Вот супы он привез уже из своей поездки. Второе, что он изменил, пирамиду питания. Он сделал катастрофическую и опасную вещь для людей практически на всей России. Он изменил хлеб. Если найдете документ, а вы его найдете, где он стал запрещать хлеб на самоподъеме. Он стал вводить дрожжи. Он ввел в хлеб дрожжи. Плюс он поменял пирамиду питания наоборот. То есть вот эта всем привычная пирамида питания, она должна быть наоборот. Он ее просто изменил. Для того, чтобы, я не знаю, какие цели преследовались, не буду озвучивать это публично. Хотя я думаю, Максим, ты, может быть, меня понимаешь. Вот. Я знаю, что ты понимаешь. Ну так вот. В общем, он изменил всего две вещи. Он изменил пирамиду питания, изменил хлеб. У нас хлеб в питании был повсеместный. Это был здоровый продукт, который, а, отмачивали. В, он не имел дрожжей, он был на самоподъеме. Простой эксперимент сделаем. Просто хлеб, муку разведите с водой и поставьте в теплое место на 24 часа. Не добавляйте дрожжи. Не добавляйте самоподъемную вот эту вот закваску. Она нафиг не нужна. Через 24 часа у вас поднимется хлеб. И будет такой же вкусный, если не вкуснее, чем покупной. И он не будет плесневать. Он не будет повреждать ваши зубы. Вот. И так далее. Потому что зубы портятся из-за кислоты. Которую зерну. Вот. Он просто-напросто поменял два элемента. Хлеб и пирамиду питания. И трындец. И у людей сразу время жизни начало уменьшаться. Самое смешное, что все говорят, что раньше люди жили мало. Обман. Люди жили долго. Долго. Просто невыгодно сейчас говорить, что жили мало. И все от питания. От питания. Нужно грамотно подходить к вопросу питания. Раньше учили, как кушать. Раньше учили в школах, как питаться. Учили в деревнях там и так далее, как питаться. Вот. Сейчас специально не учат. Вот, Максим, ради интереса нашел, значит, сообщение. Вот Татьяна пишет. Никогда не любила супы. Точка. С детства старалась избежать их приема. Точка. И сейчас иногда ем. Но только тогда, если знаешь, что будет вкусно. То есть она наслаждается едой. Это допустимо. Мои знакомые, читая он с телефона, удивляются, что не ем первое блюдо. Супы говорят, что надо есть, чтобы не было проблем с ЖКТ. Точка. Хотя у всех больные желудки. Точка. Запятая. И пишет. А мне 65 лет и даже не знаю, что такое изжога. Нормально. Вот показатель. Вот оно как на самом деле все и произошло. Супы можно есть, но только в качестве, скажем так, разнообразия еды. То есть не каждый день, а вот хотите супчик, кушайте, уху, кушайте. Психологическая смена качества еды, она допустима и супер. Вот. Так же, как встряска защитных сил и функций организма тоже нужна. Тоже нужна. То есть желудок, он вырабатывает определенную ферментную базу на продукты питания. Что же мы делаем? Мы неделю на одном рационе, через неделю мы его хлоп поменяли. У нас пошла новая ферментная база. То есть мы начали добывать новые элементы питания и так далее. То есть человек должен питаться разнообразно. Это супы, каши, хлеб, колбаса. Да-да, колбаса. Для женщин колбаса. Это супер. Знаете почему? Соя. Соя чисто женский продукт. Во. Отличный продукт для женщин. Эй, секундочку. Все считают, что в российской колбасе нет сои. Что там чистое мясо и духовность. Не, ну пускай считают. Ничего себе. Пускай считают. Я, ребят, хочу для зрителей небольшую ремарку внести. Ты просто такой текст прогнал конкретно, что у многих, может быть, мозг взломало. Я хочу просто привести один маленький факт. Если человек знает, как уронить вес на 28 килограмм, значит, он что-то понимает в этом вопросе. И, значит, имеет смысл прислушаться к тому, что он говорит. Потому что если бы вес так бы не падал, значит, действительно, человек что-то там, о чем-то говорит. Но здесь просто конкретный результат. И я склонен прислушиваться к тому, что Алексей говорит. Хотя иногда выглядит, как будто мне мозг с консервным ножом вскрывает так постепенно. И это не умещается в мои постереотиповые мышления. И не умещается к той информации, к которой я привык. Но эффективность, она показывает, что человек в вопросе разбирается. А значит, имеет смысл немного прислушаться, хотя бы немного, и заранить искру сомнений у себя в голове, и подумать, может быть, есть какое-то рациональное зерно, и как-то этот вопрос проработать уже индивидуально и самостоятельно, чтобы лично прийти к какому-то внутреннему балансу вот этого всего. Это просто небольшая ремарка для зрителей. Потому что я думаю, что столько информации, сколько ты сейчас им на голову вывалил, это, я думаю, что, я не удивлен, что ты проводишь семинары. Кстати говоря, много людей приходят на семинары? Да, много. Самое интересное, что приводят друзей, приводят, значит, знакомых, вот, пишут мне, Алексей Сергеевич, когда вы будете устраивать семинары, то есть, я иду, я рекламу, самое смешное, вот я вам скажу, я не делаю себе рекламу вообще, я нигде себя не рекламирую, никогда. Вот сколько я занимался с людьми, я рекламирую, не рекламирую, у меня есть только вот ВКонтакте, и то, чтобы людям было приходить куда, вот, потому что, как бы, соц. страница. Вот, я рекламу не даю, люди меня находят сами, люди меня находят сами, вот, они пишут мне, а звонят мне, вот, просят, в общем, встречи, там, как-то вот так, как-то вот так, вот. У тебя твой сайт есть, кстати говоря, где можно посмотреть график семинаров или какие-то группы набора, есть вообще какая-то информация? Ты сейчас что-то ведешь или ты сейчас, как бы, постепенно делаешь шатдаун такой? Что-то сейчас, какая у тебя ситуация? Да, как я делаю? Значит, я публикую, ой, у нас птички распелись, публикую, значит, у себя ВКонтакте объявление, где, когда проводят семинар. Это может быть у меня в Астраханской области, может быть в Москве, может быть в Питере. Я, кстати, в Питере буду с 28 ноября, и планирую провести семинар, это как мне предоставить помещение, там посмотрим. А публикую себя ВКонтакте. А, секундочку, ремарка. Кто меня смотрит из Питера и кто занимается вопросами помещений, я внизу под видео проведу контакты Алексея. И если у вас есть личный интерес поучаствовать в этом процессе, у вас еще есть возможность в этом процессе поучаствовать с Алексеем связаться. Так, на всякий случай, потому что у меня смотрит совершенно разное количество людей из совершенно разных социальных категорий, и вполне вероятно, что, может быть, кто-то, кто проживает в Санкт-Петербурге, захочет как-то в этом процессе поучаствовать. Извини, что тебя перебью, просто я сразу в голове озвучиваю то, что у меня приходит. Да. Ну так и в Питере, и потом что у тебя будет? Да. Вот. А в Питере планет. Я в Питере буду неделю. Вот. Я буду в Питере неделю. И если, значит, я найду помещение, вот, то я устрою семинар людям. А, возможно, даже их будет бесплатный. Вот. Посмотрим, что как будет. Вот. А, кстати, интересно, вот сейчас осваивают технологию вебинаров. Вот. Пока еще для меня это такой терзкий пункт. Вот. Я пока еще не умею, но осваиваю. Ну, в общем, скажем так, я себя не рекламирую. Почему? Потому что люди, которые у меня другие, результат. Вот. Берут контакты, выходят со мной на связь, пишут мне на электронку, пишут мне на мой сайт, вот, www.caloriafree.ru. Вот. То есть меня люди приходят сами. Вот. А это уже говорит о том, что о качестве, скажем так, о качестве работы в себе. Я сторонник того, что для меня каждый человек – это человек. Это не клиент. Это не человек. У человека проблема. Так давай ее решим вместе. Если я знаю, как это сделать, я помогу. И мы решим проблему. И человек будет дальше идти довольный, счастливый, там, не знаю, там, цветочки, лютики, там. И так далее. Ну, как-то вот так вот. Вот так работаю. Вот. Так помогаю. Когда у тебя ближайший набор групп? Потому что у меня уже люди, которые со мной здесь в Омахе пересекались. Говорят, Макс, слушай, ты так реально похудел. А как ты добился этих результатов? Я говорю, у меня есть персональный врач, который меня ведет. Они начинают сыпать какими-то американскими терминами. А это вот там такая методика. А это... Ребят, слушайте, чего меня грузить? Человек вообще живет на другом континенте. Ведет меня дистанционно. Только там на основании тех данных, которые я ему сообщаю. И он встреяется как-то эти данные проанализировать. И найти даже в моей ситуации, не видя меня визуально, прогнозируемой. И как бы все интересуются, когда ты начнешь следующую группу набирать. Прямо у меня шквал людей, которые хотят это все сделать. Вот по поводу группы, значит, настолько много писем и обращений, что я выстраиваю графики приема людей. То есть у меня есть графики. У меня есть свободные окна. То есть я могу в среднем дополнительно брать где-то в месяц одного-двух людей по причине того, что люди закончили у меня. То есть они вышли довольные. Некоторые выходят заранее, допустим. Жена, женщина мне пишет, говорит, ну уж, говорит, уже настолько в шоке. Говорит, прекращай, худеть хватит. Говорит, Алексей Сергеевич, можно я, говорит, домой пойду? Я говорю, можно, можно, все, если что, приходите, продолжим там и так далее. У меня вот такие бывают случаи. То есть у меня окна возникают. Как практика показывает, у меня запись полугодовая. Вот, то есть настолько много людей, что полугодовая запись. Но окна есть. Окна есть. Обычно, если человек ко мне приходит, я уже примерно знаю, какое окно у меня может освободиться. Я говорю примерно так. Вот, допустим, сейчас у нас октябрь идет. Сейчас, сейчас даже могу посмотреть. Вот, по-моему, систему как у КНД. Очень полезная штука. Вот у меня к 19 октября может возникнуть одно-два окна. Вот, то есть вот я смотрю у себя по графикам, могут возникнуть. Тогда я делаю у себя в ВКонтакте там надпись, что есть два окна. Все. Ну, а как практика показывает, людей столько звонит, что окна сразу забиваются. По-моему, приходящему. Вот, и вот таким вот образом. Вот. Плюс, что хотелось бы сказать людям. Смотрите, значит, я работаю с человеком таким образом, меняю привычки и понятия питания. Это означает, что я к вам отношусь как к детям, которым еще не объяснили аспект питания. И вот мне, допустим, иногда говорят, ой, вы знаете, Алексей Сергеевич, а я вот это раньше не ела. Я ела вот это там, или ела вот так там и так далее. Я говорю просто, я говорю, ну вот смотрите, к чему привела ваша система питания? Плюс энное количество лишнего веса. Давайте мы ее забудем и построим новую. На основании того, что вы ели. То есть я у человека говорю, дорогой, вот все, что ты ел, напиши мне список. Ты, по-моему, тоже, Макс, писал у меня. Ну да, 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 огромный список, помню, да. Я говорю, пиши все, что ты ешь, все, что тебе не нравится, все твои аллергены, напиши. И мы из твоего окружения будем делать еду, которой ты будешь худеть. Вот, и в общем, вот таким образом, то есть мы человека, а я, в общем, не травмирую психологически резким изменением еду. Я не говорю, что ты должен бежать, ловить кальмаров, кушать кальмаров, или там вернуться в Россию, поймать осетра, взять черный крыль. Хотя я знаю, что у вас ее там был. Вон до речки доехал, отсюда 20 минут, и там осетру. Сколько надо, можно ловить. Да, вот, понимаешь, то есть я стараюсь, у меня есть много командировочек. Допустим, люди в силу своей занятости, допустим, москвичи, там, Питер, там, у них командировки. Они мне говорят так, Алексей Сергеевич, у меня там с 15 по 30 командировка. Я говорю, не вопрос. Да, вот, значит, у него командировка. Вот, слышно меня, да? Да, да, да. Вот, у него командировка, и он говорит, Алексей Сергеевич, с 15 по 30 я уезжаю там куда-нибудь. Вот, я говорю, не вопрос, уезжай в свое место, приезжай, где он находится. Я говорю, так, а теперь, я говорю, четко утвердить, значит, ты будешь жить там две недели вот тут, вот в этом месте, в этом отеле, грубо говоря, да? Вот, там, в этом там еще где-то доме, там. А теперь мне напиши еду вокруг тебя, которая есть. Там, в ближайшем магазине, там, на ресепшене узнай меню в столовой, которую они дают там. Вот, и мне человек дает ту еду, в которой у него в досягаемости, там, 100, 200, 300 метров. Все. И мы на ней, на ней, на базе уже начинаем строить рацион. Вот, очень много командировочных пользуются такой у меня штукой. И есть, в общем, значит, люди, которые дипломатического уровня. Вот, то есть, не вопрос. Мне все равно, где вы находитесь. Хоть на этом, на Северной поле. Я и там придумаю, как с вами работать. Вот, то есть, тут важно понимать, что человек, он всеяден. Мы можем есть все. Я даже, знаете, как говорю, я говорю, нет клетчатки, не вопрос. Оторви дверку вот у этого шкафа, на терочке потри. Вот тебе клетчатка, ты ее все равно переваришь. Дерево. Ну да, ну да. Да, ну это я, конечно, смеюсь. Но в плане том, что нас окружает очень много еды, разнообразной, вкусной, и так далее, и так далее. Вот, и хочется сказать, люди, живите счастливо, вкусно, вот, живите вот просто долго, долго и активно, вот. Тогда будет куча детей, все будут довольны, понимаешь? Все будут довольны. Это будет, блин, всемирная радость, когда люди будут улыбаться. Я сегодня провел эксперимент. Очень смешной и показательный. Я же тебе не договорил про тортик. Нет. Да. Вот тортик я купил, значит, поставил на столе посредине комнаты нашей рабочего зала. Вот. Пришла курьер, который почту нам носит. С почты писем много, она там сумками приносит, потому что в ящик они просто не влазят. Столько пишут людей. Стоит тортик. Молодая девушка, лет до 24, до 25. Ну, превышен МТ. Я смотрю, она его хочет. Хочет торт. Я ей говорю, бери, кушай. Сейчас мы у тебя тарелку поставим, чашку там, бил, кушай, кушай тортик. Она говорит, нет, не буду. Я говорю, почему? Она говорит, я не люблю сладкое. И я увидел, с каким выражением лица она сказала, вот, я не люблю сладкое. Мне стало так ее жалко. Я к ней подхожу, говорю, Настя. Это можно кушать. Там жиры, гормональная система. Не страшно. Покушай сегодня вот это. А завтра я тебе скажу, как, блин, снигер, ты принесешь почту, не переживай, покушай. Я увидел, что она хочет его съесть, но она настолько боится поправиться и себя уже зажимает вот в этот пищевой ад, ПП, что ей тяжело себя отпустить и скушать. Сникерс, например. Вот как я тебе говорил, Макс, ешь сникерс. Ты говоришь, блин, сникерс. Ну, я не могу сникерс. Вот под противность сникерс я не могу. Да, да. Вот, Макс, кому скажи, что ты худеешь, ешь сникерсы. Вот. Это не поверят, правда. Пришлось съесть сникерс, да. Да, пришлось съесть. Ты ешь. И это было обоснованное решение. Абсолютно с точки зрения биохимических твоих реакций обоснованное. Вот. Так вот, она так его не съела. Я в шоке. Выхожу в коридор в общий. И первых всех, кого я спрашивал, всех, кого видел, спрашивал людей. Подхожу, говорю, уважаемые, вы любите сладкое? И мне люди в ужасе говорили, нет. Нет. Хотя 80% там тех не моих ли клиентов, а из соседних офисов, там этих, превышение по весу у них у всех практически. Вот. Я говорю, почему? Они, вижу, как у них лицо так, и они выдавливают из себя. Ну вот не любим я мясо, больше люблю. Хотя у него в голове тортик, там, или булочка, там, с кремом, там. Я очень люблю заварные пирожные. Это абсолютно есть. Слушай, не трави, я еще не ел. Я решил у тебя взять интервью. Да, да. А мне еще кушать надо. 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 Я очень сегодня радовался, когда посмотрел твое видео, что, насколько ты изменился. Мы у себя с коллегами в офисе даже штангельциркулем замеряем размеры изменения тебя на фотографии на лице. Я очень-очень радуюсь за тебя, Максим. Очень радуюсь. Я тебя увидел на Ютубе. У меня жена, значит, задалась целью, чтобы наши дети получили европейское образование либо американское. Вот. И мы смотрели ролики про зарубеж, про вот это все, вот. И, значит, как бы мы увидели твой канал. Вот. Мы увидели твой канал. Нам стало интересно смотреть. Вот. Очень интересный человек. Вот. Мы стали смотреть все-таки. Жене очень понравилось. И у меня жена говорит. Леша, он очень хороший человек. Посмотри его. Вот. Я тут же, а я был на работе в офисе в этот момент. Открыл, значит, Ютуб. Она мне прислала ссылку. Смотрю. Человек. Добрый. Открытый. Душевный. Вот. И, главное, ты людям помогаешь. Добро делаешь. Значит, на добро должно прийти добро. И вот я тебе добро принес. И я тебе письмо написал. Вот. Я написал письмо. Вот. Там уважаемый Максим, там тренденден. Я уже не помню ничего. Но написал в таком складе, что могу оказать помощь. Могу оказать помощь. Жена звонит. Ну что, ты с ним связался? Я говорю, письмо написал. Вот. Ну, навязываться нельзя. Человек решит. Значит, Господь дал. Значит, Господь привел. Вот. Значит, он добрый. Значит, этот человек ходит под звездами. Вот. Ему надо помочь. И ты пришел. Вот так мы с тобой познакомились. Вот. Мы познакомились. И вот мы с женой помогаем. Вот. Я доволен тобой очень. И вот она смотрела, видел. Я ей даже с машины позвонил. Сказала, посмотри Макса. А она знаешь, что первое сказала? Чего? Она сказала, так, блин. У него размер рубашки теперь какой? Насколько размеров? У него меньше. Что он у него поменять надо? Вот женщина, да? И вот. То есть вот так вот. Он сказал. А я ей говорю, знаешь, если он сейчас изменит свой стиль, он, говорю, шокирует окружающих окончательно. Просто шокирует. Вот. В общем, мы довольны. Она довольна. Я довольный. Все довольны. Вот. Так что вот так. Слушай, я хочу свою ремарку ставить. Леш, на самом деле с твоей методикой тебе нужно в Америку приезжать. Тут непочатый край работы. Я не знаю, как там у тебя в твоих городах, где ты работаешь, семинары читаешь. А только в одной уфике на 20 лет работы обеспечено вот так вот. Потому что здесь люди не умеют есть вообще. То есть нет, мы разделим. Помнишь, я тебе рассказывал? Это социальный класс, социальная принадлежность и как человек выглядит. То есть если человек из успешного, процветающего среднего класса, он весь такой slim такой. Опа, такой он в спортзал ходит, ест то, что надо, что не надо, не ест. У него в голове все это работает. Он за собой очень и очень следит. Если человек толстый такой, обрюзгший, все считай, что это какой-то наемный рабочий или реднек какой-то, который жрет все, что по-попаде. Лучше побольше, лучше побольше ему все это сожрать и все. Здесь женщины есть в три раза толще, чем я был, ты прикинь. В два и в три раза толще бабы, чем я ходил-то. У меня в голове есть не укладывалось. Но они без комплексов. Им вообще забить на все болт. Абсолютно. Понимаешь? И тебе сюда нужно приезжать в Америку. Свою методику здесь патентовать обязательно. Вообще, самое интересное, что мы со своей женой обозначили с этой задачей. И ты знаешь, мне моя говорит, я хотела бы, чтобы наши дети учились не в России. Потому что ты не представляешь, что здесь сейчас творится с образованием. С образованием творятся такие очень, скажем, перемены, которым мы не приемлемы. Нам, в принципе, и здесь хорошо жить. Но я лично хочу, чтобы мои дети жили лучше, чем я жил, лучше, чем мои родители. И я уже, как бы скажем так, имею в голове планы о том, чтобы переехать вместе с ними, со всеми в страну, где у меня будет уверенность в будущем моего поколения. Я, да, я рассматривал переезд, рассматривал, скажем так, рассматривал. Я начал подготавливать семью уже плавненько тому, что, дорогие мои, в один прекрасный момент, возможно, мы с вами будем уже по другую сторону, скажем так. Мне все равно, где людям помогать. Но я хочу, чтобы моя семья, дети жили в стране, в которой можно прогнозировать ближайшие 10 лет. Здесь прогнозировать ближайшие 10 лет крайне трудно. Я думаю, ты знаешь это, Максим. Я согласен с тобой полностью, тем более, что у вас там сейчас происходит. Я не хочу сейчас спускаться в политику конкретно в этом видео, но прогнозы у меня достаточно неутешительные, что у вас там будет в ближайшие 2 года. Поэтому, да, я рассматриваю, да, нам интересен твой город. Мы посмотрели буквально позавчера, мне моя, все, вон они уже кубарем бегают, моя прислала, значит, университет, институты, где детей будем учить. Вот, мы уже сознательно к этому идем, к этому идем сознательно. Вот, ну, в связи с тем, что мы все-таки, как бы сказать, возраст у нас не маленький уже, вот, мы пытаемся подойти к этому вопросу грамотно. И чтобы наш быт, который здесь, плавно перетек в тот же самый быт, что там, возможно, даже и лучше. Как-то, вот, чтобы дети учились, чтобы мы работали, чтобы как-то все было как положено. Я тебе обязательно блины испеку, мои коронные, обязательно блины испеку. И торт, вот, у меня жена делает кое-что, и знал бы ты, какие она делает наливки, это вообще бомба. В общем, я тебе блинов напеку, она наливки привезет, вот, а Полинка с Максом тебе торт сделает. В общем, вот так. Ну, тогда готовься к переезду, давай. Я постараюсь здесь найти людей, которым твоя методика будет интересна. Я постараюсь здесь удобрить почву к твоему приезду с тем, чтобы у тебя здесь был какой-то уже, не знаю, ну, фундамент, что можно, от чего оттолкнуться и запустить. Потому что я считаю, у тебя здесь может быть очень серьезный и востребованный бизнес. Единственное, что, может быть, какие-то сложности будут с лицензированием. Я думаю, найдем людей, которые этим вопросом занимаются, кто в медицинском бизнесе или око-медицинском бизнесе крутится, вот, кто смотрит мой канал, может быть, кто-то знает всю эту информацию. Потому что я считаю, что у тебя крайне эффективная методика и для Америки реальный и отличный бизнес. Ну, это мое мнение, то есть я, как бы, высказываю свою такую точку зрения. Я так понимаю, что мы уже наговорили достаточно на первый раз, получилось очень классное интервью. Я хотел бы обратиться к зрителям своего канала. Если у вас есть какие-то вопросы, какие-то комментарии, не стесняйтесь, пишите прямо под этим видео. Я приведу все контакты Алексея, там, сайт его, группы всякие разные, телефоны, которые он сочтет нужным. В описании этого видео вы можете с ним связаться, задать любые вопросы, которые вас интересуют. У меня секретов нет. И, соответственно, дальше посмотрим по реакции публики. Может быть, вполне вероятно, будет иметь смысл снять еще какое-то интервью. Спасибо тебе огромное за уделенное время. Понимаю, что у тебя дела, у меня дела. Так что здоровья, твоей семье и удачи. Максим, спасибо тебе. Знаю, мы всегда с тобой рядом. Мы переживаем за тебя. Моя не даст сказать, что я переживаю, я смотрю, анализирую. Я анализирую каждые твои слова в переписке. Мы даже делаем, знаешь, как мы... А, вот, стоп, чуть-чуть мы его сейчас еще позлим и отпустим, потому что так надо. Николай Петрович говорит, так, Леха, по-моему, мы уже перегибаем палку. Пора его отпускать, пускай ест и дает. Нет, в общем, ты очень прошел сильный путь. Ты человек с большой буквы, потому что не каждый решится сказать, да, мне нужно помочь, и я должен с этим столкнуться. Вот, Максим, вот от сердца тебе говорю, ты настоящий мужчина. Спасибо тебе. Да, терпи меня. Вот, терпи меня, потому что это нужно. Вот, тебе предстоит путь длиною в твою великую и интересную жизнь. Все, Максим, я побежал. Давай, удачи, созвонимся. У меня все уже в семафоре, что я должен идти. Пока. Понял, давайте, на связи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok